Утро доброе! С вами Лариса и Кирилл. На календаре 9 августа. Среда. Как мы слышали много раз, среда – это маленькая пятница. Кстати, Кирилл, что думаешь про это выражение? Что среда – это маленькая пятница? Ну, я соглашусь. Среда – середина недели, и как-то она всегда пролетает очень легко и незаметно. Вот это правда. Вот как бы понедельник, вторник – такие дни раскачек. Среда проходит очень легко. О четверг ты уже живешь в предвкушении пятницы, а пятница уже пролетает с мыслями о том, что завтра – суббота и воскресенье. А вот я еще что нашла. Почему среда называется средой? Это слово тоже пришло из старославянского, как и неделя, понедельник, вторник. И имеет общий корень со словом сердце – середина. То есть обратите внимание, что среда является серединой лишь в том случае, если неделя начинается с воскресенья. Этот день стоит уже между первыми тремя днями, неделями и последними. То есть в наше время, когда неделя начинается с понедельника, конечно, среда не соответствует своему названию. Ну что, вот так, друзья, вам рассказывать, как… Мы каждое утро рассказываем что-то полезное, и сегодня мы немножечко с этим поделились. Да. Ну, может, не каждое утро, но сейчас давайте посмотрим зарядку. Да, я задумался о том, что как может неделя начаться с воскресенья, и немножечко выбился из ритма рабочей начальной недели, да. Спасибо вам за понимание. Да, к зарядке. Всем доброе утро. Как ваше самочувствие? Я надеюсь, что вы уже проснулись и готовы немного взбодриться. Я очень часто наблюдаю за тем, что у нас поднимаются плечи, сутульца спина, есть некая тяжесть в спине. Мне хочется немного разгрузить ваше это состояние и дать легкую растяжку на мышцы спины. Самое простое мы начнем с вами с наклона корпуса в правую сторону. Мы вытягиваемся вверх за левой рукой. Делаем наклон корпуса в правую сторону, вытягиваясь за левой рукой. Голову поднимайте вверх, посмотрите в потолок, так же, чтобы потянуть мышцы шеи сразу. Далее из этого положения круглая спина. Вытягивайтесь вперед в диагональ, прям грудной отдел мы толкаем назад, округляясь немного в спине. И далее из этого положения мы раскручиваемся назад, раскрываясь, как будто хотим назад прогнуться, посмотреть еще раз вверх потолок, потянув мышцы грудного отдела. Возвращаемся в исходное положение, и то же самое в другую сторону. Заправо вытягиваемся вверх, и наклон корпуса в левую сторону. Потяните косы мышцы живота правой стороны. Дальше круглая спина, рука вытягивается в диагональ, прям округляете максимально спину. И обратная позиция, мы раскрываемся, прогибаемся слегка в пояснице, взгляд вверх, потолок, растягивая мышцы спины. И особо хорошо тянется мышцы грудного отдела правой стороны. Возвращаемся в исходное положение, и далее мы поменяем позицию, мы развернемся в позицию на четверенький ладонь под плечом, колено под тазом. И самое базовое упражнение, это кошечка, мы прогибаемся в спине, за макушкой вытягиваемся вверх, и выдох. Округляем спину, выталкивая таз максимально вперед. Снова делаем вдох, прогибаемся и выдох. Округляемся еще один раз, вдох и выдох. В следующий раз мы вытягиваемся за руками вперед, проваливаем грудной отдел вниз, к полу, оставляя таз в исходном положении. Здесь у вас максимально потянется грудной отдел, плечевой пояс, потянутся мышцы спины. Как вариант, можно руки в локтях согнуть, да, можно оставить прямые. И помогаем себе подняться, возвращаемся вверх в исходное положение. Далее правую руку вводите в сторону, опускаемся вниз на плечо, голову на коврик, за левой рукой вверх и разворачивайтесь. Далеко назад, хотите скрутиться в позвоночнике. Возвращается руку, помогает себе подняться. И то же самое в другую сторону, за левой рукой. Опускаемся вниз, голову на коврик, за правой вверх и раскрываемся. Возвращается аккуратно правую руку, поднимает сверху и обязательно еще раз округлите спину. Голову вниз, таз вперед. Опускайтесь, присаживайтесь на пятки, руки выводите вперед перед собой и пальцем вверх. Раскрывайте руки в стороны, максимально тяните пальцы вверх, на себя плечи опускайте вниз. Много у вас потянутся мышцы рук и при этом раскроется грудной отдел. Интересные будут ощущения у вас в теле ощущаться. Опускайте руки вниз и немного расслабьте. За руками делайте вверх вдох, округляйте спину, как будто здесь большой шар вы его огибаете, ныряете вниз, округляете спину и за руками вверх вытягиваете высоко, высоко в потолок. Еще раз выдох вниз и вдох вверх. Раскрывайте руки через сторону. Вы большие молодцы. Обязательно поблагодарите свое тело за то, что вы его включили с самого утра в работу. Отличного дня, хорошего настроения. А какой сегодня день, узнаем прямо сейчас. Международный день коренных народов мира учрежден Генеральной Ассамблеей Организаций Объединенных Наций в 1994 году. В этот день в 1982 году состоялось первое заседание рабочей группы по коренному населению при ООН. Основной ее задачей была защита человеческих прав и фундаментальных свобод коренных народов. День воздушных поцелуев. Воздушный поцелуй – это искренний знак симпатии, внимания, игривости, неравнодушия. История воздушного поцелуя берет начало в Древнем Египте. Раньше считалось, что воздушные поцелуи символизируют знаки любви и обожания. Египтяне посылали их фараону. Праздник является неофициальным, однако любители находятся по всему миру. И в западных странах в этот день проводятся веселые мероприятия, конкурсы для всех любящих сердец. Люди приветствуют друг друга воздушными поцелуями, ведь очень приятно подарить воздушный комплимент совершенно незнакомому человеку. Да? Да. А потом представь, что он может подумать. Ну, что он может подумать? Ну, что-нибудь такое... Не... Неоднозначное. Да, неоднозначное. А еще сегодня Международный день каворкинга. Каворкинг – это сообщество людей, объединенных для реализации уникальных творческих замыслов. Устойчивая форма взаимодействия, базирующая на обмене знаниями и навыками в различных технических целях. Именуется мозговой штурм. Праздник Международный день каворкинга ежегодно отмечается 9 августа. А также еще сегодня день рисового пудинга. Пудинг – десерт, который известен по всему миру. Но не каждый знает, что он на самом деле был мясным блюдом. И вот такому трансформированному течению нескольких веков вкусному лакомству из риса посвящен ежегодный праздник. Вообще пудинг от латинского – буквально маленькая колбаса, поскольку до 18 века готовился из мяса. Это лакомство пользуется популярностью не только в Великобритании, но и в Англии. И также оно пользуется популярностью на американских континентах и на территории бывших колоний империи. В 16-м столетии пудингом считалась каша из овсяной крупы на мясном бульоне с добавлением хлебных крошек, орехов, чернослива. Этот способ приготовления практичен для долгого хранения мяса. Чернослив помогает ему консервироваться и надолго оставаться съедобным. Двумя столетиями позже в это блюдо было добавлено много сахара, что показалось несочетающимся с мясом. Поэтому решили последний ингредиент исключить. Всемирный день книголюбов, появившийся в США, праздник практически сразу приобрел популярность и в других уголках мира, став популярным и отмечаемым во многих странах. Этот праздник отмечают писатели, поэты, литераторы, издатели, типографии, книжные магазины, лавки, ну и, конечно, читатели, те люди, для которых, собственно, книга и создается. А я сегодня пришла не с пустыми руками... Не заметил, я помогал эту стопку раскладывать. Да, смотри, я принесла с собой все свои, ну не все, книги, именно профессиональная литература, потому что все-таки я на телевидении работаю. И я могу рассказать, какие у меня книги. Ну, первое, конечно, это скороговорки, потому что очень важно развивать речь. И как раз-таки вот скороговорка мне в этом очень сильно помогает. Следующая книга «Могучий русский язык». То есть здесь у меня собраны все те правильные слова и их правильное значение. Можешь посмотреть. Дальше. У меня есть занимательная стилистика. То есть как мы говорим, да, а вот как пишем, это совсем уже другое. То есть есть, оказывается, типология стилистических ошибок. Дальше. Смотри, я нашла такую классную книгу «Цицерон» о бораторском искусстве. Я думаю, что ты должен о ней знать. Потом еще у меня есть классная книга «Как делать сюжеты новостей». Кстати, я это все покупала прям на заказ. То есть не здесь, это вообще было в другом городе. Дальше. «Я говорю, меня слушают» тоже. Вот эта книга «Пиши сокращая», она тоже очень популярная. Она именно для тех, кто пишет, для корреспондентов и журналистов. Дальше. «Вдохновляй своей речью». То есть сильная речь. Из чего она состоит. И последняя книга, которую я тоже очень обожаю, это «Как попасть на ТВ». Она мне очень сильно помогла попасть на ТВ. Прям помогла? Да, помогла. Ну вот «Могучий русский» интересная книжка. Потому что зачастую ты думаешь, что ты всегда и всю жизнь ставил ударение правильно. А оказывается, нет ушки. Да, открой и посмотри. И ты потом понимаешь, что ты был неправ. Ну, супер. Ну что, далее, так понимаю, у нас будет какой-то сюжет, да, связанный с книгами. Вот как раз-таки сюжет о книголюбах. Давайте посмотрим. Нет. Вообще нет. Вообще нет. У меня есть другое. Нет, читал когда-то две книги, но это по принуждению было. Ну, бывает иногда. Да, конечно. Да. Пространство, название, война, колебаны, что ли? Кстати, я, в общем-то, читаю в основном профессиональную литературу, но есть ли из художественной? Ребенок, которого воспитывали как собаку. Агата Кристио, Висаро Жрекрайда. Психологически. Наверное, фэнтези, вот детективы. Почему? Они интересные и много разных сюжетных поворотов, событий. Как-то хочется читать именно. Кошка пользуется любовью во всем мире. Многие народы установили национальные праздники для отчествования этих самых близких человеку домашних питомцев. Всемирный день кошек празднуют с 2002 года. Инициатором создания праздника стал Международный фонд по защите животных. Ученые различных стран пришли к заключению, что владельцы котов меньше болеют сердечными заболеваниями и крайне редко получают инсульты и инфаркты. Также доказано, что мурлыкая кошке помогает вылечить воспаление суставов и другие заболевания. И сегодня к нам в студию пришла гостья и не одна, а со своими питомцами. Светлана Стюкова, хозяйка бенгальской кошки и ее котят. Утро доброе! Доброе утро! Спасибо, что пришли с такими замечательными котятами и кошечкой! Как настроение у вас? Настроение отличное. У них-то понятно, у них немножко стресс, они не знают, где они находятся. Конечно, да, у них небольшой стресс, но бенгалы очень социализированы и как бы спокойно находятся с людьми и контактируют вообще абсолютно со всеми. А вы занимаетесь разведением котов? Могу вам так сказать. У меня до этого еще есть кошка шотланка, и мы решили завести бенгальского. Конечно, бенгалы – это необыкновенно красивые кошки, умные, дружелюбные. Хотя они произошли от дикой азиатской леопардовой кошки вместе с домашней кошкой. И получились такие красивенькие создания. Мы очень рады, что они у нас с ребенком в восторге. Ну, что я могу сказать? Да, действительно, данная кошка очень красивая, очень благородная. Она становится действительно украшением дома. То есть все приходят в гости, и неважно, какое мероприятие было, они видят бенгальскую кошку – все. Неважно, ремонт у тебя, не ремонт у тебя, там стиральную машинку ты купил. Понимаешь, все, увидели кота, все внимание только к нему, и они это понимают. Это кошка, которая… А вот мне интересно, расскажите про характер вот этой бенгальской породы. На самом деле все считают, что они очень агрессивные и дикие, но на самом деле нет. Бенгальские кошки очень ласковые, очень дружелюбные. Ну, конечно, все зависит от того, как ты будешь ее воспитывать. Потому что что ты вложишь как в ребенка, так и в кошку, если ты будешь к ней относиться агрессивно, то она и будет отвечать агрессии. А если ты будешь оберегать ее лаской, заботой, то, естественно, ты это в ответ и получишь. Вообще, когда ты берешь кошку, это большая ответственность. То есть мы в ответе за тех, кого приручили. То есть ты ее должен заботиться о ее здоровье, питании, и чтобы она очень коммуницировала дома со всеми хорошо. А вот сколько уже месяцев пацанам? Мальчишкам на сегодняшний день почти три месяца. То есть они уже кладку приучены, они уже все. Кладку, кстати, это очень интересно. Кладку их приучает мама. Они учат их, показывают, что, как, где нужно делать, оберегают. За этим очень интересно наблюдать. Конечно, когда у нас кошечка была беременная, когда в ее утробе были котятки, потомство ее, мы, конечно, сначала переживали, что как, как питание, чтобы все было хорошо, чтобы роды прошли. Ну, с сыном мы, конечно, пережили такой восторг, потому что за этим всем наблюдать, как она рожает, и все это очень удивительно. И очень, как она с трепетом относится к своим деткам. Я вот слышала, что кошки, вот бенгальская порода, они как умные собаки. На самом деле, да. Они очень легко подаются дрессировке. У нас, получается, бабушка, ну, мама нашей Сонечки, она знает такие команды, как сидеть, лежать, дай лапу. То есть они абсолютно подаются дрессировке. То есть спокойно. То есть, повторяющим раз, два, три, после этого они очень хорошо все понимают. А вот как вы думаете, какие сложности есть при разведении именно такой породы? Я думаю, сложности нет. Нет, больше это ответственность все-таки. Главное ответственно относиться к любому животному, потому что это же живой. А что вот такие кошки едят? Они все-таки больше корм или лучше домашнее питание? Смотрите, так как эта кошка все-таки имеет дикие корни, в ее рационе обязательно должно присутствовать мясо. То есть в любом случае это как и курица, так и говядина. Они очень любят шейки, погрызть обязательно. То есть... А вот мясо сырое или все-таки там, не знаю, обработанное? Лучше сырое. Я сырое отдаю, если признаться честно, да. Все говорят, это вредно, это нельзя. Я говорю, ну как, ну если он просит, ну вот. А я вот кипятком обдаю. А вот вы как делаете? Мы даем сырое. Но мы вместе смешиваем его с овощами. Немножечко картошечки, капусточки, свеклы. То есть это наоборот будет большим плюсом. Сами видите, смотрите, какие они ласка. И глаза мамы Сони. Как она смотрит на них? А вот вы сказали, да, что вот одного котенка уже заберут, а второго не заберут еще. А какого? Какой у нас остался один еще? Вот он, который... Который вот с вами? Да. У Светланы на ручках. Который со мной сидит, да. Сегодня одного заберут. Вот он здесь примастился. А один остается у нас. У Ларисы есть вопрос, который она мне незаметно шепнула на ушко. Она хочет поинтересоваться у вас, как разводят? Как проходит вот этот вот период? На самом деле тоже очень интересно. В первую очередь мы должны выбрать жениха красивого, плодовитого желательно, с подходящим окрасом, здорового. Дальше мы регистрируем вязку в нашем клубе, к которому мы относимся. Вязку регистрируют, потом мы отвозим нашу кошечку к ним домой на 3-4 дня. То есть это будет происходить в период течки. То есть тут важно не пропустить. То есть это должно быть абсолютно в первый день течки. Потому что если чуть позже, уже, как говорится, эволюция прошла. Далее мы ждем 2 месяца. Беременность проходит у кошек ровно 60 дней. Ни днем меньше, ни днем позже. То есть это действительно можно просчитать, к этому подготовиться. А какую породу выбирают? Такую же, да? Такую же, да. Нельзя другую. Обязательно должен быть пингал. И так как у нас кошка сродословная, мы выбираем тоже именно сродословную. Обязательно привязанную к какому-либо клубу. Как вы думаете, а если в доме еще кошка другая, но другой совершенно породы, другого характера, собака еще. Можно как-то их всех объединить в одну семью? Могу вам рассказать по личному опыту. У нас дома, помимо бенгалов, еще есть кошка шотландской пороги, веслоухая. Когда мы взяли котенка, Сонечку, на момент нашей шотландке было 3 года. Первые несколько дней они друг друга пошипели. Потом она приняла ее как дочку. То есть у нее проявился материнский инстинкт. И она ее вылизывала, тоже всему оберегала, всему учила. Но, что самое интересное, у нас как получилось? У шотландки нашей нерожавшей кошки пришло молочко. То есть до такой степени она и грудь брала. И мы были в таком восторге. И наша кошка, конечно, ощутила на себе все прелести материнства. Когда у нашей Сонечки появились котята, ой, это вообще просто прелесть. Она с ними вместе их оберегает, их вылизывает. Что-то где-то, если мы на ручки взяли, кто-то запищал, все, они тут как тут вдвоем. Животные друг друга понимают. Вот у меня такой вопрос. Вот у меня кобель. Да? А у меня, кстати, кошка. Вот если я вот заведу тоже мальчика, вот девочка мне не нужна. Что-то интересно, мальчик с мальчиком. Вот как они? Вот моему четыре уже. Вот такого приведу. Как они? Смотрите, что у мальчиков, что у девочек абсолютно у всех проявляется инстинкт. У девочек материнский, у мальчиков отцовский. То есть они также будут абсолютно его лизать, оберегать, играть, учить. То есть не страшно? Это абсолютно не страшно. Вы бы видели, как они коммуницируют. Но я просто не могу на них смотреть спокойно. Я обожаю. Я влюбился, да, четыре года назад, так скажем, в бенгальскую кошку. И я не могу просто с их телосложения. Какое у них на самом деле оно, когда он вырастает во взрослую кошку, мускулистое у них телосложение. Если его правильно кормить, если ему давать правильную физическую нагрузку, с ним играть, ну вот, бегать с ним, там, прыгать. Сделать какую-нибудь, как, стенку, по которой он будет залазить. Вот в моменте, он когда встает на стену, там, с лазером играешь, у него прям мышцы видно, понимаешь? И ты такой думаешь, вот это у меня кона, вот это я понимаю. На самом деле у нас дома есть огромное дерево. Мы сделали его сами. То есть обтесали его, он у нас стоял голым, и мы обмотали бечевкой. Для них это просто рай, полазить, обязательно когти подочить. То есть обязательно нужно иметь, да, для кошки что-то такое, чтобы вот они... Особенно для них, они очень гиперактивные. Да, они очень активные, они любят играться. Ну и чтобы оберегать свою мебель, обязательно нужна когтиточка. В любом случае. А если она еще будет веселая, и интересная, и высокая, они просто одарят вас красивыми моментами, в которых будет после этого заполнен ваш телефон. Светлана, скажите, пожалуйста, какая проходит вообще работа у нас в городе по защите животных? Как вы все наверняка слышали, сейчас проходит активное чипирование животных, как домашних, так и уличных. Конечно, этот закон – палка двух концов. С одной стороны, хорошо, что да, если у тебя кошечка чипирована, если она вдруг потерялась, ее без проблем можно будет найти. Но так и с другой стороны. Те люди, которые берут кошечек из приютов или находят их на улице, они будут переживать, потому что, во-первых, это стоят деньги. Некоторые не могут это себе позволить. И как бы не каждый из-за этого теперь возьмет. Потому что и так каждый человек берет ответственность за то, что он берет кошку домой. А еще это дополнительно. Конечно, мы делаем все возможное для того, чтобы кошки находились в хороших условиях. Но это палка двух концов. Ну что, Светлана, мы по традиции всегда гостям нашей студии предоставляем слово, потому что вы оказались у нас в программе. Скорее всего, вы позовете всех к просмотру. И, может быть, вы кому-то лично хотите передать привет или, в принципе, дать какие-то рекомендации и прочее, прочее, прочее. Вот сейчас ваш звездный час. Вам слово. Спасибо большое. Я хочу сказать, что обязательно каждая семья пусть заведет себе животного. Ну, во всяком случае, кошечку. Очень приятно, когда ты приходишь домой, и тебя встречают. То есть у тебя сразу поднимается настроение. Если ты болеешь, то кошечка тебя и полечит, и обогреет. И очень будет, как сказать, комфортно и тебе, и животному вместе с тобой. То есть вы вкладываете душу и получаете в обмен то же самое. У нас остался один котеночек, который хочет обрести... Которого, возможно, я заберу, а может быть... А может быть и я. Так что у нас тут... Я, вроде, сильнее Лары, поэтому я победил. Сейчас будем спорить. Да. Так что, который ищет себе хорошего друга... Хороших родителей. Хороших родителей, да. И кто этого хочет, под ответственность, под большую ответственность. Спасибо большое, Светлана, что пришли к нам. Согласились еще и с тремя. С мамой кошкой, с двумя котятами. Спасибо вам огромное. И мы получили сегодня прям... Да, правда. Классно. Большое спасибо, потому что, естественно, заводив кота, я консультировался и с друзьями, с кинологами общался и прочее, прочее, с заводчиками. Но когда ты уже встречаешься с человеком, у которого есть бенгал, то ты уже можешь задать действительно волнующие тебя вопросы, и тебе уже точно на них дадут точный ответ, потому что сильно у них характеры не отличаются. Понятно, что животное там, да, все говорят, что сразу видно, что это мой кот, потому что характерами похожи. Вот. Но все равно. Внутренняя, так скажем, их часть, особенно вот с детства, как правильно и зачем. Поэтому спасибо вам большое. Вы действительно ценный гость. Спасибо вам за приглашение. Очень приятно. Спасибо. Ну а мы продолжаем наш выпуск. У Овнов первая половина дня удачно с профессиональной точки зрения. Чтобы добиться успехов, придется держать верх над соперниками. Но вас не пугают перспективы вступить в борьбу с сильными противниками. День будет довольно напряженным у тельцов. Сегодня многое дается труднее, чем обычно, но вы не сдаетесь и не отступаете, если на пути возникают преграды. Хороший день для общения сегодня у близнецов. Отношения, прежде носившие исключительно деловой характер, становятся менее формальными. Не исключено, что в них зазвучат романтические нотки. Отличным начало дня сегодня будет у раков. Не откладывайте дела. Приступить к ним лучше утром. Так будет больше шансов добиться успеха. Львам сегодня не стоит планировать важных дел на первую половину дня. Это не самый благоприятный период. Может быть трудно довести до конца начатые дела. Девам не стоит сегодня ждать от окружающих слишком многого. Добиться поставленных целей будет проще, если вы станете рассчитывать исключительно на собственные силы. Весов сегодня ждет не слишком плодотворный день, но спокойный и приятный. Он хорошо подходит для того, чтобы вернуться к каким-то делам, начатым ранее. Нелегко будет сохранять спокойствие сегодня скорпионом, особенно в начале дня, когда вокруг будут царить суета и неразбериха. Едва ли удастся придерживаться плана. У стрельцов сегодня день подходит, чтобы завершить начатые дела. Решить какие-то вопросы, беспокоящие вас в последнее время. У козерога в день сложится удачно. В делах полагайтесь на интуицию, она вас не подводит даже в самые трудные моменты. Вы сможете опередить конкурентов и обезоружить недоброжелателей. Водолеям сегодня не стоит спешить. Первая половина дня будет довольно сложной. В это время лучше не рисковать. Рыбам сегодня не стоит беспокоиться по пустякам. День складывается не так плохо, как вам порой кажется. Говорят, что каждому человеку достаточно пару объятий, чтобы улучшить свое настроение. Сегодня наша редакция с нашим корреспондентом решили провести опрос среди жителей города и узнать, помогают ли им объятия. И в целом, что такое объятие. Табирис Леогабылова, далее. Сегодня отмечается день объятий, и мы узнаем у наших карагандинцев, любят ли они обнимашки. Итак, поехали. Хорошего дня вам. Вам тоже повыше объятия. Ой, хорошего дня. Вам целый конверт. Спасибо. Хорошего дня. Спасибо. Хорошего дня. Спасибо. Хорошего дня вам. Спасибо. День объятий. Хорошего дня вам. Вам также все муч smoked. Хорошего дня. Отлично. Хорошего дня вам. Хорошего дня вам. Объendoся. Да. Хорошего дня вам. Хорошего дня! Сегодня мы прошли по городу нашему с такой вот вывеской «День объятий». Я думала, что к нам никто не подойдет и не будет с нами обниматься, но на самом деле наши карагандинцы – самые добрые люди на Земле. А сейчас мы посмотрим следующую рубрику «Домашний сад». Я надеюсь, что у наших телезрителей есть комнатные растения и посмотрим, как за ними ухаживать. Доброе утро! Сегодня мы поговорим с вами о дополнительной подсветке растений. Что такое фитолампы? Какие бывают фитолампы? Сейчас на рынке представлено тоже большое разнообразие различной фирмы ламп. Все они в основном светодиодные и различаются по спектру. Розовый, фиолетовый, розово-красный. Фиолетовый цвет фитолампы, они в основном подходят для наращивания зеленой массы растений, чтобы листья выглядели изумрудными, блестящими, чтобы действительно хватало света растениям. Что касается розового-красного света, это для цветения. В основном также хорошо подходит для рассады. Подсвечивать нужно 2-3 часа. Сейчас, в осенне-зимний период, когда на улице пасмурно, не хватает света нашим любимым растениям. Поэтому нужно обязательно использовать такие фитолампы. Они очень легко вкручиваются в обычный светильник. Представляю собой на вид обычные лампы. Но если выбирать красные, они очень сильно раздражают глаз. Поэтому их лучше использовать где-то в более закрытом помещении, так скажем, либо за занавеской. Белые, светодиодные, они абсолютно безвредны для глаз. Фиолетовые тоже, розовые. Они тоже очень хорошо в квартире и не раздражают глаза. Так что подсвечивайте ваши любимые растения, чтобы всегда они радовали вас вот таким вот блестящим зеленым листом. Доброго утра! Сегодня мы с Ларисой решили долго не разговаривать перед самой милой рубрикой. Поэтому далее без лишних слов. Милые и смешные. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» «Симон»